Храм Христа Спасителя, в котором 18 ноября 1917 года состоялось избрание патриарха. Вот что пишет митрополит Евлогий Георгиевский. Храм, вмещавший до 12 тысяч молящихся, был переполнен. Все стрепетом ждали, кого Господь назовет. Митрополит Владимир подошел к Аналове, взял ларец, благословил им народ, разорвал шнур, которым ларец был перевязан, и снял печати. Из алтаря вышел глубокий старец, иеросхимонах Алексий, затворник Зосимовой пустыни. Это то, что неподалеку от Троицы Сергиевой Лавры. Ради церковного послушания, участвовавшей в соборе, он трижды перекрестился и, не глядя, вынул из ларца записку. Митрополит Владимир внятно прочел. Тихон, митрополит Московский. Словно электрическая искра пробежала по молящимся, раздался возглас митрополита Аксиос, который потонул в единодушном. Аксиос, Аксиос, духовенство и народа. Ликования хватило всех, и многих на глазах были слезы. Чувствовалось, что избрание патриарха для всех радость обретения вне русской смуты, заступника, предстателя и молитвенника за русский народ. Всем хотелось верить, что с патриархом раздоры как-то изживутся. Патриарх Тихон. Записка жребий с именем будущего патриарха. Тихон, митрополит Московский и Коломенский. Эта записка была в жребии. Это, я так понимаю, слова уже митрополита, вернее, уже патриарха. Святого патриарха Тихона. Ваша весть об избрании меня в патриархе является для меня тем свитком, на котором было написано «Плач и стон и горе». Отныне на меня возлагается попечение о всех церквах. Российских и предстоит умирание за них вовсе одни. А мы с вами, братья и сестры, находимся в Православной Свято-Тихоновской. Это гуманитарный университет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну а еще будет 9 февраля экскурсия Московский епархиальный дом призыв к вере в эпоху революции И помни весь путь Которым вел тебя Господь По пустыне Сорок лет Чтобы испытать Тебя и узнать Будешь и хранить Его слова или нет Он смирял себя Томил голодом Питал мотою Да бы ты и знал Да бы ты и знал Да бы ты и знал Что не одним Хлебом живет Человек Но всяким словом Усходящим из уст Господа И знай Что он Любит тебя Как сына Отец И так хранит Заповеди Господа И помни весь путь Который Взял тебя Господь Как воду из скалы Тебе он источал Он шел Он шел перед тобой Он Подниным с тобой Что На имя его Ты Благословлял Он Он Смирял тебя Томил Голодом Питал Манною Да бы ты и знал Да бы ты и знал Что не один Хлебом живет Томил Человек Но всяким словом И садящим Из уст Господа И знай Что он Любит тебя Как Сын Отец И так храни Заповеди Господа Это Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И так хранит заповедь и Господа Что не одним в левом живет человек Но всяким словом исходящим Иисус Господа И знай, что Он любит тебя, как Сына Отец И так хранит заповедь и Господа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok